Есть эта мировая мафия, и есть безголовые мавзолеи. Страна Х, страна У, страна З. Значит, управление осуществляется через управленческую элиту страны. То есть, кто правится? Слесарь, токарь, пекарь? Нет. Управляет кто? Министры там и так далее. Вот вам реальное устройство. Причем, сейчас в ходе глобализации, человечество и планета Земля представляют подводную воду. Подводная водка, вы знаете, состоит из отсеков. В одном отсеке дизеля, в другом там кают-компания, в третьем спальне, в четвертом там запасы продовольствия. Понятно, да? Вот так же, но все отсеки пронизаны трубопроводами газа, нефти, связи, торговли, интернета, туризма. Все, лодка собрана. Каждой стране своя задача. Поэтому, если переходить от этого, я конкретно говорю, на этой подводной лодке. Испания, это мировой курорт. Япония, это высокие технологии. Штаты, это мировой полицейский, который наводит порядок на подводную лодку. Россия, царевой предаток. Там сырье, там рабы, они, так сказать, нефть качают. Понял? Все. И все бы ничего. Вот, они свинчивали эту лодку, свинчивали, свинтили. Ну, здесь я скажу так. Вот, кстати, все исторические события, в частности, вот мы исследовали это на примере Юлиана Отступника. И последующие. И в частности, то, что происходит в нашей стране. Очень интересный момент с революциями, там, бунтами и так далее. Вот, если в каком-то отсеке, в какой-то стране Икс, рабы, и страна не выполняет возложенные на нее задачи. То есть, рабы стали плохо работать в полях, в шахтах, наступил застой. Кто с точки зрения виноват, нашей мафиозности, что в стране Икс не выполняются возложенные на нее задачи? Токарь-кекарь? Нет, вот и нет. Что делать? Надо убрать негодных и поставить годных. Как это делается? В народе нагнетается революционная ситуация. Беструктурным способом. Тысячи студентов вышли. Обратите внимание, в Грузии, там, везде. В Молдавии кто? Студентов, вы углалили. Молодежь, которым проще лохануть, деньги дают, еще что-то, неважно. Возбудить. Значит, народ громит ничего не понимающую элиту, которая не понимает вот всего этого. И потом, как в песне Михаила Ивановича Нушкина, «Нам нового начальника назначили». Мы с этим по домам разошлись. Вот это сейчас готовят опять нам в стране. Значит, сначала при застой, помните, революционные события, когда негодующий народ якобы в Москве. То же самое в Шаварнадзе, то же самое в Казахстане и так далее. Вот это все, так сказать, сейчас по отношению к нам тоже готовится. Тысячи студентов вышли, обратите внимание, в Грузии, там везде, в Молдавии кто? Студентов, вы углалили. Молодежь, которым проще лохануть, деньги дают, еще что-то, неважно. Возбудить. Вот это сейчас готовят опять нам в стране. Но я к чему это говорю, чтобы у вас скажете, ё-моё, что это мужик тут говорит вообще? Ложись и помирай. Не все, не все так страшно. Казьма Пуруков говорил как? Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, а потому, что сие вещи не ходят в круг наших понятий. Показываю на примере. Вот наша страна, Россия. Здесь много людей. Там Камчатка, я уж не буду рисовать. Это по-научному называется объект управления. Теперь, есть наше правительство, там президент и так далее. Ну, руководители государства. Они нами управляют, дают какую-то информацию налево, направо, шагом марш. Гонят нас к какой-то цели. Правильно? Коммунизм строят. Результаты они анализируют, да? Вносят по практике и дают. Вот схему управления. Так управляют лошадью, автомобилем, стороной. Вот схему управления. Что сделали этих дат? Ну вот, мировая, это пулиска. Они, смотри, как они нас взяли. Смотри, что, танки на нас шли, самолеты пикировали. Чем они нас взяли? Они нас взяли информацией. Что они говорили? Михаил Сергеевич, ты же войдешь в историю человечества. Раисой Максимовной вместе будете общечеловеческие ценности пожинать. Понятно, да? Нам, лохам, говорили, что... Лохи, вы чего, дураки? У вас будут штаны с наклейками иностранными. Жевательную резинку будете жевать. Будете жить. То есть они что? Выстраивали нашу страну путем информационного воздействия. На достижение своего реактора цели. Понятно? Им надо было страну ухайдовать. А они путем информационного воздействия это и делали. А теперь вопрос. Они достигли своих целей? Достигли. За счет чего? Они передавали информацию. Как улица? Нехорошая. Теперь мы говорим. Ага, ребята. Если вы это смогли. А почему мы не можем? Мы. Я, вы, он, она и так далее. Мы говорим. Владимир Владимирович, ты понимаешь, что происходит? Людям говорим. Люди, вы понимаете, что? Значит, как надо? Что надо? Как? Всем. В школах, в институтах. Вот и все. Ответ понятен? И выстраиваем на свой вектор цель и все. И наводим порядок в своей стране. Дальше по частностям. Давайте я могу дальше говорить все. Но это уже частность. Если главное, понятно? Да. То есть есть объект, есть субъект. Есть информация, которую управляет. Управляет что, человек что? Нет. Управляет то, что у человека в голове. Поэтому уже со школьной скамьи что заложишь? Как там у? Как мы пусково? Человек подозревает колбасом. Чем их начинешь? Что он и будет носить себя всю жизнь. То есть так и здесь. Поэтому давайте будем передачи на днях. Еще вопросы? Нет. Простите. А вы не понимаете? Понимаете. У него две проблемы. Значит, роль Владимира Владимировича примитивно проста. То есть из него хотел Ельцин сделать мальчика-идиота. То есть помните Кириенко, киндер-сюрприз. Он что ли дефолты сделал? Нет. Сделал Черномырдин с Ельцином. Но на период кризиса подставили киндер-сюрприза. Он принял удар на себя и потом ушел на заслуженное место. А Черномырдина пытались назад развернуть. Вот та же самая ситуация с Путиным. То есть Ельцин понимал, что аут. Внезапно ставит мальчика. За это время в стране наступает полный аут. Народ забывает, что был Ельцин. А все связывает с Путиным. Поэтому при Путине гибнут лодки. Горят Останкинские башни. Взрываются жилые дома. Народ просит кого? Жесткой руки. Приди, спасатель. Спаси нас. Кто у нас спасатель? Сергей Кожиедович Шойгу. Никто не знает, что Сергей Кожиедович родственник семьи. Что идеал у него барон Пункер. Один из соположников русского фашизма. Что под Сергей Кожиедович создана специальная партия. Помните, да? Единство. Что у него... Переименуйте. Внесите одно слово. Не Министерство по чрезвычайным ситуациям. А внесите слово. Министерство по предотвращению чрезвычайных ситуаций. И все станет понятно. Потому что кому беда, а кому мать родна. То есть там, представьте, какие деньги отмываются. Вы что думаете, нельзя определить, когда будет наводнение, паводки там или еще что-то? За это время там такие бабки отмываются. То есть он был поставлен на это дело. А дальше надо понимать, что ему не он хозяин. Вот представьте, мы мафия. Мы завоевываем Россию. Мы знаем, что миллионы людей надо удержать в повиновении. Поэтому миллионам людей надо дать завлекательную идею. Какую? Кто знает наверняка, что многонациональный русский народ схавает? Кто? А никто не знает. Но мы можем предположить. Первое. Устав от Брежневского маразма они захотят демократии. Поэтому на демократизаторскую жилу мы поставили кого? Явлинского, Немцова, Хакманаду. Поняли, да? Это все Гайдар, все вот они демократы. Вдруг не пойдет демократия. Тогда кого? Там сильны прежние марксистские идеалы. Поэтому этот Зюганов, Тюлькин и так далее. Я поймаю, запрощаю. А ему говорят, Борис Николаевич, ты извини, не горячись. Они же нам пригодятся. Я разрешаю. Было же? Почему они нужны? Потому что Карл Маркс, внук двух раввинов, изобрел такое учение, которое никогда не привело бы нас к коммунизму. Чувствую? Тринетие направление какое? Русь, страна православная. Могут захотеть царя. На эту жилу работает кто? Никита Михалков, сибирский царь. Какой царь-батюшка-то у нас хороший был, помните, да? Кости стали хоронить. И, наконец, последний вариант, если ничего не будет получаться, жесткий фашистский режим. Более того, я вам скажу, вот вся эта мафия глобальная, она сейчас пытается установить на земле жесткий фашистский режим. Потому что демократия им стала как кость в горле. То есть демократизаторские процедуры не позволяют удерживать миллионы масс повиновений. Вот на эту систему загона человечества в жесткий фашистский режим работает вся система мирового терроризма. То есть, представьте, взрывы-то везде. Почему? А чтобы народ сам захотел колючий прорву. Чтобы на каждом полицейский. Все. Чтобы отпечатки пальцев. Поняли, да? Все. И тогда тотально, так сказать, Иван Антонович Ефремов. Планета Торманс. Сейчас БК читайте. Там их написано. А в эти ранки укладывается и Сергей Кожиедович. И фашистский режим у нас. Поняли. Так вот, нас сейчас к нему пытаются загнать. Я для чего это рассказал. Вот Путину всего была участь развала страны, чтобы мы захотели Кожиедович. Поняли. А Путин их всех переиграл. Почему? Потому что то, что я вам рассказал, у него есть конспект. А что в силах отдельного человека, чтобы не быть марионеткой? Не может один человек сейчас вот в нашей глобальной системе, ну куда? В лес уйдешь и там достанут. Вот отец Масырен говорит, цивилизация гибнет, уходим в леса под Минусинском. Слышали, да? Но и там их достают налогами, сборами и так далее. То есть не спрячешься. Ну погодную лодку куда спрячешься? Человек в этом смысле свободой не обладает. Свобода человека заканчивается восприятием его рецепторами окружающей действительности. А дальше у человека свободы нет. То есть мне соленая, а вам уже не соленая. Поняли, да? Значит мне горячо, а вам не горячо. Ухватили. А дальше уже все, свободы нет. То есть вся свобода, вот это может. За свободу! А что такое свобода? Дай определение свободы-то. Ну это когда, а что когда? Да нет у человека никакой свободы. Потому что он в плену находится концепцией. И в этой он глобальная невольничая цивилизация. Чтобы выйти и реализовывать то, что вы имеете ввиду, надо выйти на другую концепцию. А речь идет о генетически обусловленном потенциале развития, который есть у каждого человека. И та культура, в которой мы живем, она может либо способствовать освоению человеком, то, что в нем заложено, способностей, либо задавливать. А теперь вопрос, культура, в которой мы живем, она способствует саморазвитию каждого или нет? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...